Волонтёры УНФ Югре приступили к своей непосредственной работе – помощи пожилым людям, находящимся на карантине. Первые две заявки на телефоны горячей линии поступили из Нижневартовска и Хантамансийска. Съёмочная группа нашей телекомпании стала очевидцем деятельности добровольцев. Сюжет Марины Глазуновой. Представители штаба Анастасии и Евгения отправляются на первое задание. Необходимо привезти лекарство пожилой женщине, которая сейчас на домашнем карантине. Она оставила заявку на горячей линии ОНФ. Девушки едут за рецептом. Спасибо, до свидания. Спасибо вам. Всё готово. Волонтёры передают пакет с таблетками заявителю. Это не кажется намного. Обратите внимание, тут указана дарвировка. И в карте есть рецепт. Вы можете по этому номеру перезвонить, уточнить наличие, потом позвать нас, но вам все равно. Хорошо. Меры предосторожности соблюдены. Активисты в защитных масках и перчатках. Всё, к чему прикасались, обрабатывают специальным спиртовым раствором. По правилам техники безопасности волонтёры не заходили в квартиру. Между волонтёрами и заявителем была дистанция не меньше метра. Мы не принимали никаких предметов из квартиры. Мы находились в масках, в перчатках. Штаб помощи ОНФ открыт в медицинской академии. Здесь добровольцы проводят собрания и принимают заявки. К ним присоединились медики-волонтёры, студенты медучреждений. Всего в Югре порядка 110 тысяч людей пенсионного возраста. Те, которые старше 65 лет. Понятно, что охватить только волонтёрами-медиками или только силами какой-то одной общественной организации – такое число очень проблематично. Поэтому мы обращаемся ко всем общественным объединениям для того, чтобы они могли включиться в эту работу. И в настоящее время мы уже получили много обратной связи от общественных организаций Ханты-Мансийского округа, которые готовы уже включиться в эту работу. На данный момент уже около 30 человек официально числятся в рядах волонтёров. Неофициально – более сотни. Молодые люди возрастом от 18 до 40 лет ежедневно отправляют заявки на вступление в ряды штаба. Марина Глазунова, Андрей Аширов, Весть Югория, Ханты-Мансийск.